В очередном выпуске итоговая информационная программа неделя мы расскажем. В Зверево планируется открытие школы для учебы председателей советов многоквартирных домов и не только это. Единственному участнику Великой Отечественной войны, проживающему в городе Зверево, Сергею Ивановичу Красильникову, вручили мобильный телефон. Куда отправить на отдых ребенка? При этом самое главное – безопасность. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. У нас в городе остался всего один участник Великой Отечественной войны. В России совместно с Ростелекомом были приобрены для всех участников телефоны, вставлены сим-карты с бесплатной связью. На Билайн все звонки бесплатные и на все остальные звонки 300 минут в месяц. У нас один участник – это Красильников Сергей Иванович. И вот сегодня совместно с волонтерами, с Единой Россией мы сейчас пойдем и вручим ему этот телефон. Сергей Иванович, несмотря на свой солидный возраст, ему 93 года встретил гостей в добром здравии и бодрости духа. С благодарностью принял подарок и поделился с нами своей биографией военного времени. Война началась у меня с 43-го года. В мае 44-м году вступил в Югославскую армию. В Югославской армии 27-я бригада. С ней участвовали мы в боях, в засадах, в боях, в стычках разных. Ну и до конца войны вот так. На этом армейская жизнь Сергея Ивановича Красильникова не закончилась. После прохождения курсов младших лейтенантов при Третьем Украинском фронте он был направлен для дальнейшей службы в Иран, затем Баку и Степанакерт. К мирной жизни вернулся в марте 1950 года. Работал проходчиком на шахте. Выйдя на заслуженный отдых, продолжал вести активный здоровый образ жизни. Для него и сейчас занятие физической культурой – ежедневная потребность. Конечно, сегодня у Сергея Ивановича набор упражнений уже не тот, но в свои 93 он выполняет их с легкостью. Вот от окна до того окна, от этого окна до столовой. Пройду два раза, потом вот там есть, а вон за спиной ручь, это труба, да, берусь за трубу и 30 раз, 50 раз, в прищаду, раз, два, раз, два, раз, два. Выпрямляюсь, держусь рукой правой, наклоны, чтоб рука вот эта достала пальцами до земли. Раз, два, раз, два, ну, раз в 30 тоже, наклон такой. Пощупаю, спина не болит, здесь не болит никогда ничего. Ну, еще, ну, еще раз несколько присяду. Вот моя такая работа. Пробежкой я уже не занимаюсь. Когда-то бегал с 80-го года по 92-й год. Я пробегал по 10, по 12 километров по лесополке. Нам остается пожелать Сергею Ивановичу крепкого здоровья и на последующие годы. 23 июля в кабинете главы администрации города Зверева и Михаила Солоницына состоялась встреча руководителей организации сферы ЖКХ Сергеем Филимоновым. Он является экспертом Минрегиона развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы, разработчиком федеральных нормативных актов, автором комментариев к жилищному кодексу. Впрочем, у Сергея Леонидовича регалиев много, которые вызывают уважение и доверие. И это уже не первая рабочая встреча. Мы с Сергеем Леонидовичем уже сотрудничаем с 2009 года. Мы создавали полигон на базе одного города. Сейчас мы полигон точно так же перенесли уже с того города в город Зверева. Проводим здесь новейшие отработки. По сбалансированным отношениям между собственниками и управляющими компаниями, где мы учимся договариваться, умеем правильно выстраивать отношения, где все сосредоточены на те болячки, которые болеют на квартирной доме. При этом, когда внедряешь эти технологии, удивительно, что происходит. Еще и с самими людьми, потому что они начинают коммуницировать между собой, они начинают общаться, превращаются в вандализм в подъездах, в общих имуществах, вокруг дома люди совершенно другие становятся, у них рождаются чувства собственности. В итоге на квартирные дома уже одеваются в одежды, утепляются. Люди занимаются энергосбережением, платят уже меньше ресурсоснабжающим организациям. Один из примеров, это когда утеплили дом, и все думают, что основная экономия – это тепло. Но еще и экономия за счет того, что идет в летний период меньше расхода на электроэннели, на кондиционирование. То есть экономия идет целый год. И когда об этом людям говоришь, и когда мы начинаем считать, то мы действительно сегодня, мы представьте, 70% просто выкидываем на ресурсоснабжающие организации своих денег. Вместо того, чтобы превращать бы эти деньги, превратить и направить на управление самим домом. Также Михаил Владимирович рассказал о том, что в городе будет создана школа обучения председателей советов многоквартирных домов, подготовлено методическое пособие, которое будет доступно даже для начинающих, и разработан пакет нормативных правил для взаимодействующих сторон. Прежде всего, мы будем создавать правила участия на этом рынке по отношению к населению власти и хозяйствующим субъектам в рамках действующего законодательства. Для этого мы будем готовить писателей советов домов. Это будет видно бесплатно, то есть здесь администрация на себя возьмет функционал. И мы четко пропишем, чем они будут заниматься. У нас на сегодняшний день, когда людей выбирают, они понятнее имеют, чем они будут заниматься. Жилищный кодекс на это ответа не дает. А мы здесь пропишем полный алгоритм, какие вопросы, с кем они. И будут знать не только жители, представители, собственники в виде писателя советов домов, но и управляющие организации, и коммунальные предприятия, в том числе при прямых отношениях. А также по отношению к органам публичной власти. Для того, чтобы построить эти правила на территории города, у нас уже отучился ряд специалистов в магистратуре. И сейчас учатся и администрация, студентами у нас являются, и управляющие организации. То есть мы, видите, уже готовим кадры, чтобы эту систему создать. У нас уже приезжала наша команда, помогала управляющим организациям делать технологии осмотров общей мощности, как выявлять дефекты, как их правильно оформлять, чтобы потом уже дальнейшее развитие было с точки зрения ценообразования и определения объемов обязательств. Потому что население, к сожалению, этого не знает. И для того, чтобы система заработала, чтобы население должно четко понимать, что они могут, что они не могут. Управляющие тоже самое, органы власти должны небезучастно относиться к этому вопросу. И ряд функций мы берем на администрацию области. У нас есть уже принципиальная поддержка и согласие, что когда мы подготовим комплект документов, они готовы их будут рассмотреть. Тем более, что это не просто строится на словах, а это будет все обличено в виде системы договорных отношений, в виде нормативных документов, муниципальных, субъектовых. Кроме того, во время этой встречи Сергей Филимонов ответил на все интересующие вопросы ее участников. Новый парк в Зверево, несмотря на то, что еще не сдан в эксплуатацию, стал излюбленным местом жителей и гостей города для проведения своего досуга. А недавно здесь появился еще один объект для проведения массовых мероприятий. Наш город Зверево принял участие в новом проекте губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича, проект местных инициатив. Отрасль культуры тоже не осталась в стороне. И в конце 2019 года мы вышли с предложением приобретения двух сцен для жителей нашего города. Мы провели собрание. Неравнодушные, активные, инициативные жители пришли на собрание и проголосовали за сцены, которые на сегодняшний день уже находятся в нашем городе. Одна сцена – это благоустройство парковой зоны, статичная, монументальная сцена и предусмотренные места для зрителей. Это 50 лавочек. Вторая сцена предназначена для культурно-массовых мероприятий, которые будут проходить на площади СКЦ «Маяк». Ну, собственно говоря, будет сцена устанавливаться, когда мы будем проводить крупные, масштабные, массовые мероприятия. Очень радостно, что в нашем городе, вы знаете, я в культуре работаю уже более 25 лет, и за историю моей деятельности – это впервые, что у нас в городе на площадках будут профессиональные сцены, на которых мы с радостью будем проводить культурно-массовые мероприятия для наших жителей. Зверевчане уже успели по достоинству оценить установленную сцену с удобной зоной для зрителей. Девочки, как вам парк, расскажите? Очень красиво. Что больше всего понравилось? Ну, вообще, площадка там, качели, все красиво. Ну, мне понравилось, что тут много деревьев, что тут можно с друзьями прийти, с семьей. Оценили уже новую концертную площадку, сцену, лавочки? Да, очень понравилось. Да, тоже очень красиво. Будете приходить на массовые мероприятия, которые будут в парке проходить? Да. Конечно, обязательно. Вы заметили изменения в парке? Ну, сцену я сегодня увидела, когда в последний раз гуляли, ее не было. Как оцениваете? Ну, будет гораздо приятнее, даже если, говорю, и старики сюда придут, хоть им будут посидеть, а не когда у нас здесь массовые, что, говорю, даже присесть негде. А так, говорю, хорошо, что построили, слава богу. Нравится парк? Очень хороший. Я иногда вот специально пройду, там, ну, бутылки бросают, бросают мусор, семечки грозут возле диванчиков. Ну, это совсем некрасиво. А сцену сегодня заметили новую? Да. Это теперь придем на лавочках, посидим и будем смотреть концерт. Нравится? Нравится. Вот, а то там возле ДК, это, а тут уже постоянно. Детки иногда поют там на улице, а теперь будут на сцене. Еще и присесть есть где, да? Ой, лавочки хорошие, я посмотрела, хорошие лавочки. Напомним, что два этапа строительства парка завершены. Остался последний, третий, включающий в себя объем работ по благоустройству территории возле кафе с установкой малых архитектурных форм. Лето продолжается. Правда, в этом году из-за распространения коронавируса детские лагеря стали работать гораздо позже. О том же, куда сейчас можно отправить своего ребенка, чтобы он хорошо, а самое главное, безопасно отдохнул, мы узнали в Управлении социальной защиты населения города Зверево. Управление социальной защиты населения города Зверево обращается к семьям с детьми и хотим рассказать про безопасный отдых и оздоровление детей на территории Ростовской области в этом году. 3 июля у нас в области стартовала детско-оздоровительная кампания. Хотелось бы обратить внимание, что при самостоятельном приобретении родителями путевок для своего ребенка необходимо руководствоваться единым реестром организации отдыха и оздоровления детей. Вот этот реестр, о котором я говорю, он сформирован Министерством труда и социального развития Ростовской области. В реестре своевременно обновляется информация и предлагаются к бронированию только проверенные лагеря и компании, которые организуют детский оздоровительный отдых в соответствии с законодательством. В этот реестр входят загородные и санаторные оздоровительные лагеря, а также организации, где можно приобрести путевки родителям вместе с детьми для отдыха. Ознакомиться с этим реестром можно на сайте Министерства труда Ростовской области. Он так и звучит. Реестр организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области. Этот реестр отдыха детей и их оздоровления поможет родителям определиться с местом выбора ребенка, где ему отдохнуть. Потому что по сайтам лагерей не всегда можно понять, насколько безопасен будет выбранный лагерь в плане качественного оздоровления и, самое главное, безопасности ребенка. Лагеря, которые опубликованы в этом реестре, все прошли успешно проверку и готовы к приему детей. Если выбранная родителями организация оздоровительная для ребенка находится в указанном перечне, это гарантирует санитарно-эпидемиологическое благополучие и безопасные условия проведения летнего отдыха для ребенка. В Управлении социальной защиты населения администрации в данное время имеются бесплатные путевки для детей из малоимущих семей. Это семьи, которые получают детское пособие обычное. У нас есть путевки. Воздоровительный лагерь «Орленок» – это Белокалитвинский район, поселок Сосны. Заезд с 21 августа по 10 сентября 2020 года. Еще есть путевки в оздоровительный центр «Мир» – Неклиновский район. Период заезда с 23 сентября по 16 октября 2020 года. В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции сроки заездов немного были сдвинуты, поэтому в этом году в Управлении соцзащиты будут возможны только два заезда в эти лагеря. В «Орленок» имеются бесплатные просто оздоровительные путевки, а в «Центр Мир» путевки с лечением, где дети получат профилактику бронхолегочных заболеваний. Ребенок из малоимущей семьи, опять же, если получать детские пособия, может приобрести, получить у нас путевку и в «Орленок», и в «Мир». То есть сразу две – просто оздоровительную путевку и путевку с лечением. Сроки заездов позволяют это сделать. И хотелось бы обратить внимание, что лагерь «Мир» – он один из самых лучших лагерей в нашей области. Этот лагерь круглогодичного действия, поэтому там предусмотрен учебный процесс. Руководители-воспитатели этого оздоровительного учреждения имеют соответствующий уровень квалификации и большой опыт работы. Выполняют свои должностные обязанности на очень высоком уровне. Поэтому в Управлении социальной защиты населения ждем родителей с детьми для оформления этой путевки. Вы знаете, что УСЗН находится на улице Казакова, дом 12. Это бывшее здание водоканала. И еще хотелось бы обратить внимание вот на что. Лето продолжается. Летний период несет в себе не только радость, каникул, возможность загорать, купаться, отдыхать, но и высокие риски для детей. Связано это со множеством факторов. Летом дети едут отдыхать и в детские лагеря, и в деревню к бабушкам, и просто играют на улице. Все это в комплексе с высокой активностью сейчас солнца, насекомыми, быстро портящейся пищей, несут различные угрозы. Поэтому обеспечить безопасность детей летом, в первую очередь, это задача родителей. Если вы летом отправляете или надумаете отправлять куда-то ребенка, то обеспечьте его средствами защиты, обговорите с ним технику безопасности, позаботьтесь о том, чтобы всегда были вы на связи со своим ребенком. По безопасности информация размещена. Она размещена на официальном сайте администрации города Зверево, на вкладке УСЗН, это же информация. В социальных сетях есть, в Одноклассниках, ВКонтакте. Поэтому найдите, пожалуйста, время, уважаемые родители. Прочитайте эту информацию, обговорите ее с детьми и напомните ребенку эти все правила, которые он должен соблюдать в летний период. И особенно актуально, чтобы ваш ребенок знал номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы. Это номер 112, который можно набрать и со стационарного телефона, и с мобильного. Уважаемые родители, вместе с вашими детьми еще раз прочитайте, напомните им правила безопасности, как они должны вести себя вне дома, когда на какое-то время они окажутся без вас. Пусть наши дети будут счастливы, здоровы и благополучны. На днях в зале совещания администрации города Зверева состоялось очередное открытое заседание административной комиссии, на котором было рассмотрено 9 административных материалов по фактам нарушений, предусмотренных областным законом. Из них один протокол об административных правонарушениях по статье «Нарушение тишины и покоя граждан в дневное время суток» и 8 по статье «Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов». Из них шесть протоколов выражались в складировании на прилегающей территории к домовладению строительных материалов. Один протокол выражался в загрязнении общей территории города Зверева мусором, ветки, порубочные остатки. Один протокол о ненадлежащем содержании внешнего вида фасада здания. По итогам заседания комиссии вынесено шесть постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 3400 рублей. К трем нарушителям применена мера ответственности в виде предупреждения. Администрация города Зверева напоминает, что в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального образования, утвержденных решением Зверевской городской думы, собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений обязаны обеспечивать уборку принадлежащих им земельных участков, а также очистку их от мусора, содержание объекта внешнего благоустройства, очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей, недопущения нарушений отделочного слоя, водосточных труб. Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию поделить своей добротой в рамках реализации проекта «Помощь рядом» при поддержке фонда президентских грантов продолжает свою работу по выдаче специализированного оборудования во временное пользование нуждающимся в этом жителям города Зверева. За 4 месяца реализации проекта «Помощь рядом» более 60 зверевчан воспользовались услугами пункта проката, получив инвалидные коляски, прикроватные столики, ходунки, трости, костыли. Кроме того, команда проекта «Помощь рядом» с каждым человеком проводит практические тренинги по правилам пользования техническими средствами реабилитации. Все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, всегда может обратиться в благотворительный фонд «Поделись своей добротой» к его президенту Магдалиновой Татьяне Владимировне. Ее номера телефонов на экране. В рамках реализации плана летней оздоровительной кампании в детском саду номер 2 «Аленушка» прошла тематическая неделя «Малые летние Олимпийские игры». Такие спортивные соревнования были придуманы в целях пропаганды здорового образа жизни среди дошкольников, а также для приобщения ребят к олимпийскому движению, летним видам спорта и в целом для укрепления детского здоровья. Как и положено, олимпийским соревнованиям они проводились на спортивной площадке детского сада. В этих играх главное – это здоровье, дружба, а также одновременно проявление спортивного духа, силы, ловкости и быстроты. Принимали участие в соревнованиях две команды подготовительной группы «Ягодка» – «Крипышин» и «Силачи». Программа малых летних олимпийских игр включала церемонию открытия Олимпиады. На открытии все было по-настоящему и очень торжественно. Капитаны команд Борилова Кира внесла олимпийский факел, а Уткин Максим – олимпийский флаг. Танцовщицы в легких, нарядных, разноцветных юбочках и футболках показали спортивную композицию из пяти олимпийских колец. Затем спортсмены прошли маршем по спортивной площадке. Дружно прозвучала клятва соревноваться честно и отдавать все силы для победы. И надо сказать, ребята выполнили эту клятву. После веселой разминки началась спортивная битва. Соревнования получились задорными, бескомпромиссными, достойные больших олимпийских игр. Таких только интересных спортивных игр и эстафет не было на этой детской олимпиаде. Ребята испытывали себя на быстроту, катались на самокатах и передавали мяч над головой, прыгали на фитболах и ходили по узеньким дорожкам. Также прыгали на скакалках и в длину, метали мешочки с песком, приняли участие в апмлесинге и дартсе. Команды проявили спортивный характер, так что борьба развернулась нешуточная. Но судьи турнира все же смогли выявить сильнейших. В эфире рубрика «Виртуально актуально» и в ней сегодня о темах, которые так или иначе касаются денег. В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского Союза автостраховщиков. Так, с 27 июля для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или обязательной работы на срок до 480 часов или до 6 месяцев ареста. Изменения связаны со вступлением в силу поправки к статье 171 Уголовного кодекса, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов техобслуживания. По мнению экспертов, поправки позволят снизить риск оформления диагностических карт неакредитованными лицами. На карты россиянам придет новое пособие – до 6 тысяч рублей до конца лета. Деньги, правда, полагаются только представителям определенной категории граждан. Говорят, что пособие получат те, кто во время пандемии коронавируса лишился работы, но при этом обязательно встал на учет в службу занятости. Указом премьер-министра Михаила Мишустина минимальный размер выплат повышен с 1,5 до 4,5 тысяч рублей, а максимальная отметка держится в районе свыше 12 тысяч рублей. Кроме этого, все безработные россияне с детьми получат детские выплаты в размере 3 тысячи рублей. Государство компенсирует россиянам часть расходов на отдых внутри страны в 2020 году – от 5 до 15 тысяч. Вы, наверное, об этом слышали. Напоминаем вам, что путевку обязательно нужно купить еще и в Ростуризме, причем оплатить за нее картой МИР. Так что, если вы планируете отдых, но не имеете карты, самое время ее открыть. А если вы собираетесь еще вдвоем, то обязательно две карты. Причем сумма компенсации, но это, естественно, будет зависеть от затрат на отдых. Говорят, что 5 тысяч рублей компенсации за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за тур стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей. И 15 тысяч рублей за туры дороже 75 тысяч рублей. Вот на таких цифрах я и завершаю сегодняшнюю рубрику. Нашли привлекательное объявление о работе, но перед трудоустройством вам предлагают заплатить за онлайн-курсы, обучающие материалы, доступ к заказам, курьерскую доставку трудового договора. Когда мошенник получит деньги, он перестанет выходить на связь. Что делать, чтобы уберечь свои деньги? Остерегайтесь таких предложений. На большинстве фриланс-бирж начать работу можно абсолютно бесплатно. Помните, работа – это когда платят вам. Игнорируйте вакансии, в которых вам обещают золотые горы. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова